Toyota готовится снять с производства среднеразмерный седан Mark X. Модель ведет свою историю с 1968 года. С тех пор выпущено 11 поколений. Поначалу седан был известен как Mark II. В 2004 году вышел первый Mark X, а нынешняя генерация выпускается с 2009 года. Официально Mark экспортировался только в Китай, но в России поддержанные праворульные машины широко распространены, особенно на Дальнем Востоке. Однако в Японии продажи седанов D-класса снизились настолько, что Toyota решила не разрабатывать наследника, а просто исключить модель из гаммы. На прощание Mark X выпустят в модификации Final Edition с базовым для седана атмосферником 2.5 мощностью 203 л.с., задним приводом, шестиступенчатым автоматом и двухцветной отделкой интерьера. И еще одна знаковая модель уходит в историю. В августе в Японии начнут продажи 700 экземпляров внедорожника Mitsubishi Pajero в финальном исполнении с турбодизелем 3.2 и автоматом. В довесок покупателям подарят наручные часы с Citizen с логотипом Mitsubishi. Напомним, что нынешний Pajero четвертого поколения выпускается с 2006 года, хотя фактически представляет собой не слишком глубокую модернизацию еще более старой машины 99-го года. Некоторое время Pajero продолжат поставлять на экспорт. Например, в России сертификат одобрения типа действует до декабря нынешнего года, но продлевать его вряд ли будут. Внедорожный микроавтобус УАЗа отныне не только официально называется «Буханкой», но и получил семиместную версию «Трофи», которую с 1 мая предлагают российские дилеры. На крышу «Трофи» водружен экспедиционный багажник. Сзади есть лестница, а на дверях новые ручки. Цена? Рекордные для «Буханки» 830 тысяч рублей. КОНЕЦ